Слушайте, а хотите узнать, как сделать так, чтобы люди выстраивались к вам в очередь в ваш бизнес? Интересно? Ну, я вам расскажу, но сразу хочу сказать, что возможно, вернее, совершенно точно, многим из вас этот ответ не понравится. Давайте небольшая предыстория. Когда вы приходите в этот бизнес, когда вы начинаете заниматься сетевым маркетингом, то вы получаете наказание за всю свою жизнь до момента подписания контракта. За все то, что вы делали до момента того, как поставили подпись на контракте с вашей сетевой компанией, вы получаете наказание. Кто-то получает вознаграждение. Это очень сильно зависит от того, какую жизнь вы вели. И если долгие-долгие годы вам было на людей по большому счету плевать, вы не собирались никому помогать, делать что-то полезное. Если к вам обращались с просьбой, ну, вам было на это, собственно, не очень интересно, потому что, ну, зачем я буду помогать какому-то там знакомому или малознакомому человеку, то, когда вы приходите в бизнес, вы получаете как раз то, что посеяли. Точно такое же равнодушие, люди не готовы вас слушать, вы до этого были для них бесполезным человеком, а сейчас вы их приглашаете в бизнес. С чего они будут вас слушать? Но есть люди, которые, придя в бизнес, как раз начинают пожинать плоды того, что они делали до сетевого маркетинга. Как правило, это люди, которые приносили какую-то пользу окружающим. Может быть, это были предприниматели, может быть, это были наемные сотрудники, но которые умели выстраивать отношения с другими людьми. И вот в этом случае таких людей, конечно же, гораздо более, гораздо более чаще слушают. Поэтому идея очень простая. Если вы хотите, чтобы люди выстраивались к вам в очередь, вам предстоит пройти достаточно длинный путь. И, как я сказал, это многим из вас, возможно, не понравится. Но то, что надо начать делать, начиная с сегодняшнего дня, это приносить пользу как можно большему количеству людей. Ответьте себе на простой вопрос. Вот прошла неделя недавно, что полезного вы сделали для других людей? И если ваш ответ нет, ничего не могу вспомнить, ну, это скорее всего очень четко отражается в результатах вашего бизнеса. Каким образом стать полезным для других людей? Есть масса способов это сделать. Один из них, например, это собирать грабли в процессе построения бизнеса и потом научиться их преодолевать и снять видео или написать статью на тему того, как вы справились с той или иной проблемой. И многие люди будут вам благодарны за то, что вы помогли им избежать эту проблему или найти решение той проблемы, с которой они столкнулись. В реальном мире начните просто больше общаться с людьми. Начните лучше реагировать на те просьбы, которые к вам обращены. Начните смотреть, какие организации действуют в вашем городе. Может быть, вы можете стать частью этих организаций и каким-то образом бы участвовать в их деятельности. Начните посещать тренинги, заводить знакомства там. Начните узнавать, что нужно другим людям, каким образом вы можете быть полезными. И, естественно, это процесс не на один день. Это процесс не на одну неделю и даже не на один месяц. Это процесс, который займет у вас минимум год, чтобы что-то начать из себя представлять для других людей. Но я вам могу абсолютно точно сказать, я это проверил на себе. Как только вы начинаете представлять ценность для других людей, люди начинают выстраиваться в очередь в ваш бизнес. И чем больше ценности вы представляете, тем больше людей приходят к вам в бизнес и хотят стать вашими партнерами. И вот сейчас, на самом деле, я уже 8 лет занимаюсь сетевым маркетингом и сейчас у меня нет сложности со спонсированием, с подключением новых первых линий, потому что люди приходят ко мне сами. И вы тоже можете прийти к этому состоянию, если начнете целенаправленно фокусироваться на том, каким образом вы сможете быть полезными для большого количества людей. Я вам желаю на следующей неделе принести пользу хотя бы одному новому человеку. Это будет правильный шаг к тому, чтобы через некоторое время люди выстраивались к вам в бизнес в очередь. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соц сетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.